И это лишь малая часть работы аварийно-спасательного формирования Центра гражданской защиты Одинцовского округа. Профессиональные спасатели в любой момент готовы отправиться не только на борьбу со стихией, но и на поиск людей. Именно последних вызовов сейчас больше всего. За последние два месяца в Одинцовском округе поступило 19 сообщений о потерявшихся в природной среде гражданах. Во всех случаях спасателями аварийно-спасательного формирования совместно с другими службами округа все эти люди были найдены и выведены из леса. Никто не пострадал. Для поиска потерявшихся в лесу любителей природы есть все необходимое. Фонари, сигнальные устройства, специальные инструменты. АСФ укомплектована всем необходимым. Мотопомпы, которые мы применяем для откачки воды с подтопленных территорий. Имеются у нас бензопилы для распиловки и уборки поваленных деревьев на дороге, особенно в период прохождения комплекса неблагоприятных погодных условий. Также имеем средства спасения на водных объектах. Сейчас штатная численность аварийно-спасательного формирования – 13 человек. Ежедневная смена – это два спасателя и начальник расчета. Мы сейчас находимся в пневмокаркасном модуле, оборудованном генератором, тепловой пушкой, устройством наддува. С установкой такого модуля три спасателя справятся за 20 минут. Использовать укрытие можно как пункт временного размещения жителей или как передвижной штаб в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Совсем скоро специалисты Центра гражданской защиты округа расширят сферу своей деятельности и смогут принимать участие в тушении пожаров, газоспасательных работах и ликвидации последствий ДТП. Дело за обучением и получением сертификатов, подтверждающих квалификацию.